Ребят, всем привет! Как вы уже поняли, это видео с архидеума, и в этот раз я смогла сюда попасть на час раньше, в 9 утра, до того, как начали запускать посетителей. Соответственно, я засняла полный ассортимент растений, и не было такого большого количества людей, поэтому, мне кажется, это видео должно быть для вас интересным. Но прежде чем мы начнем, я вам напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я делаю анонсы разных мероприятий, ярмарок, маркетов, свопов, показываю свои растения, свои флорариумы, какие-то короткие обзоры маркетов цветочных, выкладываю фотографии красивые, которые можно скачать бесплатно и поставить на заставку на телефон. И все растения, которые я купила на архидеуме, я тоже покажу в телеграме, а там, между прочим, много всего интересного, так что обязательно подписывайтесь, ссылка будет под видео. Ну и давайте уже начнем, хотя мы уже начали. Всем приятного просмотра, и первый продавец, к которому я подошла, по-моему, его зовут Лион, я у него покупала орхидеи еще до того, как он начал участвовать в маркетах, каталась в Ханой, Москва, он там, по-моему, живет, в Ярославском районе. А сейчас вот я его встречаю регулярно на архидеуме, у него очень много всего интересного, это орхидеи-природники. В этот раз был просто какой-то огромный ассортимент, как видите, были даже цветущие, были маленькие, были какие-то огромные. Естественно, с пустыми руками от него я не ушла. С подругами мы покупаем растения на двоих, троих, четверых иногда, в общем, как повезет, очень удобно в этом плане. Купил большое растение, какую-нибудь большую орхидею, поделила ее, и получается не так дорого. Я, как обычно, буду стараться показывать координаты мастеров. Визитки были не у всех, но у всех были номера столов, имена или названия бренда. В принципе, найти участника реально, вы можете зайти в контакт архидеума, там есть расположение столов и имена участников под этими номерами. Так что, я думаю, найти того или иного участника не составит труда. Один из моих любимых участников, это, конечно же, Green Rare. Вы просто посмотрите, сколько у них растений. Я вам сейчас подробненько все покажу. Мне кажется, в этот раз было просто какое-то невероятное количество, и глаза разбегаются, и довольно приятные цены. И, видите, в зип-пакетиках есть срезки для самостоятельного укренения, разные сциндапсусы, селогенеллы. В общем, я обычно не ухожу от них с пустыми руками, но в этот раз... Хотя нет, ребят, я вас обманываю. Я не ушла с пустыми руками, я купила два одинаковых растения, но не для себя. Меня попросили подруги, поэтому, в принципе, покупка была совершена. Для себя я ничего не купила. Удивительно, на самом деле. Вообще, я, как обычно, шла на маркет поснимать, посмотреть, но ничего не покупать. Ну, конечно же, это нереально. Я, как обычно, ухожу с целым пакетом разных растений. Да, потому что, ну, просто невозможно туда прийти и ничего не купить. Если, кстати, вы хотите поделиться своими покупками, или, может быть, вы что-то на свопе интересное нашли, да, в Архидиуме есть своп, то, опять-таки, заходите в мой телеграм-канал, и под постом с моими покупками можете выкладывать то, что вы купили, или то, что нашли на свопе. Мне будет интересно посмотреть. Знаете, ребят, что я заметила? Когда я только начала снимать подобные обзоры маркетов, каких-то цветочных баз, мне кажется, подобного контента вообще особо не было. Это было где-то, наверное, года три-четыре назад. А сейчас я пришла на Архидиум, и там столько блогеров. Все что-то снимают, что-то говорят. И я такая, нифига себе. Вроде и круто, а вроде и грустно. Типа, блин, ведь я была первая. Но на самом деле это классно, то, что подобные маркеты становятся такими популярными, на них делают обзоры. Это значит, что и в других городах будут появляться маркеты. Они уже появляются, потому что буквально пару лет назад подобные мероприятия были только в Москве, максимум в Питере, а сейчас они по всей России. Так как я делаю анонсы, я точно знаю это. И это круто, это классно. Кстати, следующий маркет, на который я собираюсь поехать, это Рептилиум. Он будет, по-моему, в середине октября. Обязательно приезжайте, даже если не собираетесь себе никого заводить. Это просто как сходить в контактный зоопарк. Очень интересно. Вот, надеюсь, там тоже поснимаю. Но у меня, кстати, оттуда есть уже полное видео. Так что, если вы думали идти вам на Рептилиум или нет, что же там такое, то вот можете посмотреть мое видео на Ютубе. Я там сняла практически, мне кажется, всех продавцов. Видео очень подробное, интересное, информативное. Поэтому смотрите. И обязательно приезжайте в октябре. Я уверена, вы не пожалеете. В этот раз у Green Rare были даже хищные растения. Как видите, они пентесы стоят. Но я ничего не купила. Но я купила все-таки полухищников у другого продавца. Хотя я немножко к ним подостыла. У меня сейчас новая любовь. Это каудексы. Я просто от них без ума принесла огромное количество скактус-феста. Опять-таки, все, что я оттуда принесла, все, что купила, что мне подарили, можно посмотреть в моем телеграме. И смотрите, какие потрясающие Стефани и Кавасаки. И посмотрите, какие шикарные декари. Это моя довольно давняя хотелка. Но пока боюсь себе покупать. Потому что мне говорили, что для нее нужны довольно мощные лампы. У меня настолько мощных нет. Поэтому пока просто любуюсь ей со стороны. Но надеюсь, что когда-нибудь она у меня все-таки появится. Кстати, без картошки я не ушла с Архидиума. Но эта картошка не для меня. Одна моя подписчица живет не в России. И давно ищет Стефанию Кавасаки. И я ей вот предложила купить на Архидиуме. Присылала ей фотографии. Она выбрала. И картошечка поедет к ней в другую страну. Я очень рада, что исполнила мечту девушки. Мне кажется, цветочники должны помогать друг другу. Так что да, довольно большое количество покупок в этот раз было не для меня. Но я все равно получила огромное удовольствие. Потому что, знаете, даже если покупаете не себе, все равно это приятно. Ты разглядываешь растения. Ты что-то выбираешь, покупаешь, несешь. Потом дома рассматриваешь. Ну и плюс, знаешь, что сделало людям приятно. Это тоже классно. Но пока я тут болтала, мы успели посмотреть все растения у Green Rare. И убедились, что у них просто огромный выбор. Кстати, у ребят в Москве есть магазин. Так что вы можете туда приехать, посмотреть все живую, что-то купить. Только заранее посмотрите расписание работы магазина. Для этого вы можете подписаться на их ВК или Телеграм. Они есть и там, и там. И, кстати, в Green Rare периодически проходят такие небольшие камерные маркеты. Очень советую к посещению. Я, конечно же, делаю на них анонсы. Поэтому это еще один повод подписаться на мой Телеграм-канал. Хоть маркеты небольшие на 8-9 участников, но они мне все равно очень нравятся, потому что товар у всех интересный. И обычно немного людей, что тоже немаловажно. И само пространство очень классное. Там есть большой флорариум. Вообще очень красивое оформление. Поэтому очень советую туда скататься. Просто как в магазин или в дни, когда у них будет маркет. Если вы никогда не были на Архидеуме и сейчас смотрите это видео, и такие, блин, почему здесь всякие ароидные, всякие хои. Да, ребят, хоть маркет называется Архидеум, там продаются далеко не только орхидеи. Так же, как на Кактус Весте, продаются не только кактусы. Поэтому тут много всего классного. Также продавались всякие сыры, всякие вкусняшки. Был своп, украшения продавались, шоперы. В общем, много было всего интересного. Не все попало в кадр. Но если хотите, можете посмотреть мои предыдущие видео. Там я показывала, по-моему, всех участников или практически всех. Вот здесь я показала тех, кто... Ну, от меня больше как-то запал в душу. Потому что некоторые участники дублируются. Кого-то вы уже видели на Кактус Фесте. Точнее, видео с Кактус Феста. Там с Local Keramic Fest. Вот поэтому показала тех, кто мне больше всего понравился. А сейчас вы видите мою хотелку орхидейную. Это вот такой вот красивый Лепантес. Но... Три тысячи. Я пока не готова. У меня есть другой Лепантес. Но вот хочется еще этот в коллекцию займеть. Но пока... Даже, знаете, я бы, может, нашла где-то там и подешевле, или в закупках. Но у меня нет места абсолютно. Хоть я и накупила кучу орхидей и флорариумных растений. Я не знаю, куда я все это буду сажать. Серьезно. Потому что в моих флорариумах, которые у меня сейчас вместое закончилось, уже очень-очень давно. И я хочу сделать новый большой. Но вот пока руки так и не дошли. Поэтому я покупаю растения. Они где-то там стоят в боксах. В общем, и ждут своего часа. От этого продавца мы с девчонками не смогли уйти с пустыми руками. Купили орхидею и, внимание, поделили ее на пятерых. Представляете, на пятерых? Настолько она большая была. И у нее безумно красивые листья. Боже, она такая красотка. Ох, не знаю, куда я ее буду сажать. Потому что она довольно крупная. Вот. И, кстати, в кадр, естественно, попал номер стола, имя продавца. У него очень приятные цены. Но вот я не знаю, есть ли у него какие-то соцсети. Да, к сожалению, у многих продавцов соцсетей нет. Поэтому... Ну, вы, в общем, поищите. Вдруг что-то найдете. Но, да, лучше, конечно, самим приезжать на маркет и уже непосредственно там покупать растения. Конечно же, на маркете были участники с разными препаратами, удобрениями, горшочками, грунтами. Вот сейчас вы видите такие интересные горшочки. Мне кажется, это новинка, квадратненькие. Я, кстати, у этих ребят постоянно покупаю разные препараты. Так что, если вы давно искали хорошего продавца с проверенными препаратами, которые не разбавляют, вот, я очень советую. Они у них японские, американские. Очень нравятся стимуляторы разные для растений, для цветения, для роста. Так что, вот, ребят, если искали, вы считаете, что нашли хорошего продавца. Что могу сказать по поводу орхидеи? Далеко не все мне нравятся. Я пока так и не прониклась к фаленопсисам, другим большим орхидеям. Мне они не нравятся даже в момент цветения. Слава богу, на самом деле, потому что, если бы еще они мне нравились, то у меня вообще вся квартира была в цветах. Но я очень люблю разные мини, микро орхидеи, флорариумные. Вот от них я просто без ума. Даже не из-за цветения, а из-за самих листьев, бульб. Они настолько необычные, и во флорариумах смотрятся просто фантастически. Я бы даже сказала, инопланетно. Ну и, конечно же, флорариум планс. Они тоже всегда участвуют на орхидеуме, на рептилиуме они тоже были. И у них, как и у Green Rare, есть магазин в Москве. И даже если вы ничего не хотите покупать, я все равно очень советую вам приехать, потому что там столько красоты, ребят. Там огромное количество флорариумов, полюдариумов, разных животных. У них есть лингушки и ящерицы на свободном выгуле. Их можно потрогать, посмотреть вблизи. Так что обязательно приезжайте сами, берите детей. И я уверена, что даже если вас до этого не интересовали флорариумы, полюдариумы, они вас заинтересуют. Потому что, как я уже сказала, там просто огромное количество красоты. Можно сразу все купить для флорика, емкости, растения, грунты, решетки, глиносмеси. В общем, очень-очень рекомендую. Обязательно скатайтесь. Еще один довольно интересный продавец. Это питомник Красная Нива. Они есть в Долгопрудном. Это недалеко от Москвы, в сторону Лобни. Тоже советую к посещению. Просто, как знаете, скататься в ботанический сад. Можно ничего не покупать, посмотреть. У них очень много красоты. Но на маркете мне ассортимент нравится больше, чем у них питомники. Потому что, видимо, они что-то привозят из личной коллекции. То, что нельзя купить в самом питомнике. Вот. Очень у них много классных папоротников. Но так, ладно, не буду высказываться по поводу цены. Все индивидуально. В общем, мне понравился у них один платицериум. Это теперь моя новая хотелка. Боже, какой он, ребят, красивый. Ой, он уже попал в кадр, кстати, или нет? Потому что я пока озвучиваю, куда-то в сторону смотрела. Хочу вам вот прям показать, что это за платицериум. Так-так-так-так-так-так-так. Пока не вижу его. Наверное, я его уже показала. Так, давайте тогда я вставлю картинку, фотографию, чтобы вы точно понимали, о чем речь. Кстати, вот такой папоротник у меня с недавних пор есть. Тоже очень давно хотела. Обязательно приезжайте, в общем, в Долгопрудный. Смотрите, покупайте. У них, правда, очень-очень красиво. Я там неоднократно была и, думаю, еще не раз скатаюсь. А, вот он, он оказывается. Я его еще не показала. Ну, вы уже увидели на фотографии и сейчас. В общем, понимаете, о чем речь. Как-то вот раньше я о нем даже и не думала. Тут увидела и влюбилась. Но буду искать, наверное, в закупках. Потому что, ну, давайте я озвучу стоимость. Он стоил 5500, вроде бы, если я не ошибаюсь. А в закупках его можно купить где-то за 1600. Ну, в общем, до 2000. Поэтому, да, наверное, буду там искать. Потому что мне прямо очень понравился. У меня есть платицериум самый обычный какой-то. И вот хочется еще такой прикупить. И, кстати, у меня мой платицериум, он сидит просто в горшке. Я не сажаю на блоки. Потому что это не мой вариант. Я забываю поливать. И на блоках растение будет постоянно пересыхать. И оно у меня просто умрет. В конечном итоге это 100%. Да, это очень красиво, эффектно. Когда вот на стене висят платицериумы. На блоках. На спилах каких-то. Но нет, это не для меня. К тому же, мне кажется, стена будет постоянно мокрая. В общем, в горшках мне нравится больше. Спасибо. Спасибо. Ну и, конечно же, стол Сергея с его хищными растениями. У меня, кстати, из его магазина есть целых два видео. Очень интересные, познавательные. Так что ищите, смотрите. Я уверена, вам они понравятся. У меня одно время было просто какое-то помешательство на хищниках. Скупала, мне кажется, все подряд. Что-то мне дарили подписчики. Сейчас я немножко подостыла, как я уже сказала. Потому что не со всеми у меня ладится. Я очень-очень стараюсь. Но пока вот как-то 50 на 50. Поэтому не все выглядят так, как хотелось бы. Ни пентесы не дают большие красивые ловушки. Но я правда очень стараюсь. Читаю информацию. Пробую что-то новое. Вот. Но в данный момент тоже, опять-таки, как я уже сказала, моя главная любовь это каудексы, это картошки. И вот так вот у меня телепает в сторону, в сторону. То папоротники, то хищники, то картошки. Ну, мне кажется, так у многих цветочников очень сложно остановиться на чем-то одном. Поэтому вот так вот. То одно, то второе, то третье. И несмотря на то, что я не люблю крупные орхидеи, мне очень понравились вот эти вот с беленьким цветочком. Они такие нежные. Их было, кстати, безумное количество. Уже буквально через несколько часов все купили. Видимо, они понравились не только мне. Брандами Носил вижу впервые на орхидеуме. Они мне в свое время присылали раза три свое удобрение на обзор. Кстати, очень даже неплохие удобрения есть на маркетплейсах. Поэтому, в принципе, если вы давно искали что-то хорошее, то вот к покупке рекомендую. Как обычно, на орхидеуме была выставка разных растений. Ну, конечно, превалировали орхидеи. Но были также и тилансии, и каудекс, я один заметила. Бонсай. В общем, много всего интересного. Я сюда бегу в первую очередь, потому что мне очень нравится эта выставка. Я вдохновляюсь. Ищу что-то для себя новое. И, конечно же, в этот раз мы с подружками, когда подошли, тоже присмотрели парочку мини-орхидеи, которые нам очень понравились. Сразу побежали искать их по столам. Вот. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, потом присваиваются выигрышные места самым красивым, наверное, растениям. В общем, я не знаю, но я видела, что были медальки на некоторых растениях. Типа первое, второе, третье место. И вот я сейчас пока отзвучиваю, прям в процессе вспоминаю, что где-то, наверное, год назад, нет, чуть побольше, года полтора назад на архидеуме победителя выбирали сами гости. Потому что я тогда увидела большой тыфрокактус, геометрикус, по-моему, он так называется, и я за него проголосовала. Уж не знаю, победил он или нет, но тогда он многих впечатлил. И я, естественно, потом начала его искать на ВИТО в разных закупках и купила в итоге на кактус-фесте. Прошел уже, кстати, год с момента покупки, но он мне никак не дает корни. Но, слава богу, и не умирает. Вот, как сейчас происходили выборы победителя, я не знаю. Может быть, тоже выбирали посетителей. Я просто как-то не увидела. А то я бы, конечно, с удовольствием проголосовала бы за понравившиеся мне растения. Но было очень много людей, поэтому, да, в принципе, я могла не увидеть. Ребята, если вы знаете, как в этот раз проходили выборы победителей, напишите, пожалуйста. Потому что что-то я реально как-то вообще не заметила. Я точно знаю, что там были розыгрыши подарков от участников. Да. Потому что там было безумное какое-то количество людей. Опять-таки, как нужно было участвовать, я не знаю, наверное, куда-то кидать бумажку со своими инициалами. Или, может быть, нужно было ответить на вопросы. В общем, мне кажется, каждый раз по-разному. Но призы были очень классные. Но что-то я никогда не участвую, кстати. Между прочим, да, ни разу я ни на одном маркете не участвовала в розыгрышах. Потому что мое везение, оно равняется нулю. Хотя вы можете сказать, Маша, откуда же ты знаешь, если ты никогда не участвуешь? Ну нет, я участвую в розыгрышах онлайн всяких. И обычно ничего не выигрываю. Поэтому как-то я уже разочаровалась в своей удаче. Поэтому даже не сую нос, чтобы не расстраиваться потом. И, кстати, касательно удачи, по-быстрому хочу рассказать одну историю. У меня буквально вот на днях в Телеграме закончился розыгрыш. Нас было шесть спонсоров. Ну, я думаю, вы понимаете, о каких розыгрышах идет речь. И, в общем, одна девушка, ну, в общем, один победитель выиграла сразу в двух розыгрышах. Представляете? Я, блин, за всю жизнь ни в одном не могу выиграть. А она выиграла сразу в двух. Я, конечно, очень за нее рада. Я ее поздравляю. Но, блин, я вообще никак не выигрываю. Кто-то в бат сразу в двух. Мне кажется, ей нужно было сразу идти покупать лотерейный билет на миллион рублей или на квартиру, потому что у нее какая-то просто просто ферическое везение. У меня, кстати, мачеха очень много лет. Раньше, сейчас вряд ли, хотя не могу точно знать, покупала разные лотерейные билеты, участвовала в лото очень много лет подряд. И она ни разу не выиграла ничего прям суперсущественного. Да, конечно, были какие-то выигрыши, но ничего там такого прям незаурядного. Это в тему о том, что кто-то может всю жизнь участвовать и ничего не выиграть, а кто-то один раз купит и сразу какой-то крутой выигрыш. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам несложно выигрывали вы когда-нибудь что-то классное в лотерейных билетах или на маркетах, или вот в таких розыгрышах, в телеграммах, в Нельзя-грамме. Мне будет интересно узнать. Ну, а сейчас вы видите стол от магазина Биобокс. Они, кстати, находятся на Новослободской, прямо недалеко от Амброплазы, где, собственно, проходит Орхидеум. Очень красивые сейчас наблюдали флорариум с мини-фиалками. На прошлом Орхидеуме у них был флорариум с фиалками в виде домика. Тоже мне безумно понравился. Хочу себе такой. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет, потому что я, в принципе, люблю фиалки, особенно мини, но что-то в горшках они у меня не растут, поэтому, да, нужно им какой-то отдельный флорариум сконструировать. Кстати, после Орхидеума с подружками мы пошли в Биобокс. И, боже, ребята, какая там красота. Опять-таки, даже если вы ничего не хотите покупать, обязательно скатайтесь к ним, потому что у них очень красивые флорариумы, полюдариумы. И там живет хамелеон. И нам очень повезло, что мы туда пришли в момент его кормления, учитывая, что его кормят всего два раза в неделю. В общем, вы понимаете, как нам повезло. И мы все его смогли подержать на руках, сделать классные фотки. В общем, приезжайте, там еще живет большой попугай, всякие змейки. Люблю это место, чисто вот, чтобы так посмотреть, повдохновляться. Я думаю, найти их адрес не составит труда. Просто вбейте в браузере магазина Биобокс на Новослободской. Кстати, еще одна моя, ну, относительно давняя хотелка. Это антуриум с такими свисающими листьями. Не который варок, а вот, который попроще в уходе. И не с таким красивым листом, но более узким, длинным. В общем, как-то, честно, не помню, как он называется. У меня вообще есть сколько антуриумов? Вот. Раз, два, три, четыре. Пять антуриумов. Один из них во флорариуме маленький. И вот, честно, они у меня что-то вообще плохо растут. Но бывает такое, что, что бы вы ни делали с растением, даже если вы делаете все супер правильно, оно у вас как-то не растет. Не знаю, почему. Я их даже в пластик посадила. Удобряю, поливаю, хороший грунт. И все равно они как-то вот не хотят у меня нормально расти. Это как раз-таки основная причина, почему я не покупаю вот этот вот антуриум с вытянутым листом. Но я просто представляю, как бы он красиво смотрелся на верхней полке, эти свисающие листья. В общем, и хочется, и колется, как говорится. А здесь у нас стол с драгоценными орхидеями и аллоказиями. Кстати, у меня есть две аллоказии. Когда-то давно у меня их было больше. Но вот сейчас две. И что-то тоже у меня с ними не ладится. Ребят, мне кажется, если вот так послушать, можно прийти к выводу, что у меня вообще с растениями не ладится. И нафиг я их собственно вообще завожу. Но нет, у меня есть растения, с которыми у меня все хорошо. Их большинству, слава богу. Ну просто вот аллоказии, знаете, они в принципе сложные в уходе. Да, многие про это говорят. Даже какие-то сам супер цветочники. Что по поводу драгоценных орхидей. Они мне напоминают тридисканцы. Мне к ним вообще равнодушно. Хотя есть красивые с таким прям золотым листом. Ну вот как-то, не знаю, смотрю на них и ничего не ёкает. Как видите, на орхидеуме были и продавцы с фиалками. И, ребят, если вы любите фиалки, и вы из Москвы, то обязательно скатайтесь в магазин Дом фиалки. Это просто что-то с чем-то там. Огромное количество фиалок. Регулярно проходят выставки, есть какие-то новые сорта. Можно купить как листик, так и уже взрослое растение или детку. В общем, очень советую к посещению это место, если вы любите фиалки. Только будьте осторожны, потому что вроде ходишь, смотришь, кажется, такие цены приятные, там 250, 300 рублей за детку, там 50 рублей за листик. И в итоге набираешь кучу всего на кругленькую сумму и уходишь с огромным количеством этих фиалок, этих листьев и с пустой кредиткой. И если вы вдруг в этот раз не попали на Орхидиум, не расстраивайтесь, потому что как Орхидиум, так и Кактус Фест проходят два раза в год. Обычно это весна и осень. По-моему, мне кажется, как-то Орхидиум был в начале лета, если я не ошибаюсь. В общем, два раза в год. Так что обязательно приезжайте и на Кактус Фест тоже. На данный момент Кактус Фест и Мезомаркет это мой любимый маркет. Там, как я уже говорила, не только кактусы, там безумное количество разных растений, каудексов. Так что приезжайте обязательно весной, не пропускайте. Заранее покупайте билеты, если вы из других городов. Да, потому что очень много людей приезжают из других городов, даже из Калининграда, Хабаровска. Представляете? В общем, настолько это популярные маркеты. Кстати, вот какой-то Антуриум с вытянутым листом. Возможно, я такой хочу или похожий. Мне кажется, они там есть разные, но похожие друг на друга, по крайней мере, я их особо не отличаю. А это стол девушки, которая занимается закупками в основном антуриумов, семян антуриумов, но и другие растения у нее иногда тоже попадаются. В общем, я у нее даже как-то заказала семку антуриума, решила вот попробовать прорастить. Но она, к сожалению, пришла, как мне сказал продавец, некачественный, мне вернули деньги, и я думаю, это, наверное, знак, не нужно мне заморачиваться с этими семенами, вот, но продавец хороший, честный, потому что, мне кажется, не каждый продавец бы вот так вот написал честно, что семечка некачественная, вернула бы деньги. Она мне, кстати, предложила взамен другую семку, но я отказалась. Вот, кстати, у нее я купила Стефанию Кавасаки для своей подписчицы, и всего за 2000 очень приятные цены. Также видела у нее филантус, какой-то новый для меня. Вот, теперь еще одна хотелка в моем списке хотелок. Я недавно упоминала Тефрокактус Геометрикус, и сейчас вот он попадет в кадр, видите, вот эти шарики. Ну, красота, они похожи на снеговиков. В общем, очень мне нравится этот кактус, но, как я сказала, что-то на меня корни не дает, надо было брать с корнями. Я тогда взяла подруги с корнями, а себе без корней, вот сейчас жалею. И, блин, я не знаю, что я делаю не так. Не знаю, мне, знаете, очень страшно его залить и в то же время страшно засушить. И я его стараюсь аккуратненько поливать, но каюсь, я иногда его приподнимала и смотрела, есть ли там корни. А мне сказали, что этого категорически нельзя делать вообще. И вот я сейчас бью себя по рукам, не трогаю его, не поднимаю, и надеюсь, все-таки корешки появятся. Я уже даже не мечтаю о новых шариках, которые могли бы вырасти на нем. Хотя бы корни. Вот. Ребят, если знаете какие-то секреты, как добиться корня у кактуса, напишите, пожалуйста, потому что уже целый год прошел, а корней все никак нет. еще один продавец, которого я хочу вам порекомендовать. ищите эту девушку во Вконтакте. Я у нее неоднократно покупала орхидеи, микроорхидеи, всякие бульбочки. Она их заказывает из Азии. И все у меня прекрасно приживались, адаптировались, вообще никаких нареканий. Довольно приятные цены. Один-единственный минус, то, что вот когда она открывает продажи, нужно успеть написать комментарий, то, что я там беру орхидею под этим номером, и просто там доля секунды, и уже все самое интересное разобрано. И даже когда, знаете, я вот просто сижу, жду, когда вот откроется продажа, и я пишу, мне кажется, в эту же секунду, что вот я хочу этот номер, все равно кто-то меня опережает, ребят. Я не знаю, как они это делают, какие-то ведьмы просто. Но мне никогда не получилось купить орхидею по тем номерам, которые я вот заранее заприметила. Во всем остальном все отлично. Хорошие, красивые, качественные растения, хорошая цена, но вот купить что-то, то, что вам понравилось, мне кажется, практически нереально. И давайте немного отличимся от растений. Посмотрите, какие красивые шоперы с ручной росписью. Цена, по-моему, была три с чем-то. Мне кажется, это вообще недорого для подобной работы. Это вот, считай, целая картина на шопере полноценная. Поэтому, если давно такое искали, вот. Я опять для вас все нашла, ребят. Какие же все-таки у нас талантливые люди в стране. Согласны? А у этого продавца просто огромное количество разных бингоний и других растений. Сейчас вы видите какой-то супер редкий папоротник. Вот этот Таиландикум рядом, какая-то поместь Таиландикум и еще кого-то. У всех этих папоротников есть иризация. Это когда лист отливает таким вот сине-голубым оттенком. У меня есть, кстати, два таких папоротника с резисценцией. Я их очень люблю. Мне кажется, это что-то просто на инопланетном. Вот, просто смотрите, какая красота. Я снимала со вспышкой, как красивый лист переливается. Просто магия. и это растение того же продавца. Как я сказала, огромное количество просто разных бигоний. Я у этой женщины покупала бигония во флорариум. В общем, если вам нужны флорариумные бигонии, или просто которые можно в горшке выращивать, вот, очень рекомендую. Выбор просто гигантский. А здесь у нас очень талантливый продавец, потому что мы с подругой подошли, чтобы купить одну силогенелу, а ушли с 11 растениями, ребят. Да, вот так вот. В общем, суть в чем, то что если берешь одно растение вот из этого боксика, из соседнего, то цена будет 500 рублей, а если берешь 10 разных растений из этих боксиков, то цена на каждое растение будет уже 250 рублей. Поэтому мы набрали всего, что нужно и не нужно. Также, как видите, на этом столе были и всякие супер-мини флорариумы. в симпатичных баночках. Вообще, много всего интересного, но, конечно, нас сразу заинтересовали именно флорариумные растюхи, особенно по такой цене, и при учете, что мы их с подругой поделили не все, но большинство, поэтому вот поделите 250 еще напополам. Вообще, прекрасная цена получается. а у этого продавца увидела очень симпатичную мурайю. Это оказалось какая-то мини-мурайю. У меня есть самая обычная. Сейчас она попадет в кадр, и я уже ее хотела взять, но что-то стоило на, ребят, 2 или 3 тысячи. Вот она она. Что-то как-то даже не знаю. Решила пока отложить эту покупку. А это какой-то очень популярный стол, видимо, потому что народу было безумное множество, я еле пробралась. Конечно же, я не успела заснять все за тот час с 9 до 10, когда еще не было так много людей. И, кстати, посетители, по-моему, начали пускать то ли на полчаса, а то ли на 20 минут раньше, поэтому, естественно, времени было не очень много. И впоследствии мне пришлось пробираться сквозь толпу, чтобы что-то заснять. А сейчас вы видите стол Zamioshop. У них очень много всяких редких, интересных ароидных растений. Кстати, что это? По-моему, это какие-то орхидеи. Значит, у них орхидеи тоже есть. И сейчас покажу вам боксики с алаказиями с очень приятным ценом. Смотрите, по 100 рублей, по 200 рублей, по 300 рублей. Мне кажется, это просто мечта для тех, кто только начинает заниматься алаказиями. Можно набрать сразу много по такой приятной цене. Какие-то, наверное, более редкие были чуть-чуть подороже. У них очень много антуриумов. Как раз у них, кстати, есть вот этот антуриум. Точно вот прям это он, который я хочу. Надеюсь, он попадет в кадр, чтобы вы понимали, о чем речь, если вам это интересно. И, кстати, у Zamioshop тоже есть магазин в Москве. Я там почему-то до сих пор ни разу не была, но точно знаю, что он есть. Туда можно приехать. Так что, опять-таки, если вы из Москвы или вы будете проездом в Москве, то обязательно заходите. Не знаю, нужно ли заранее как-то согласовывать свой приезд. Так что, лучше найдите ребят в соцсетях, напишите им, узнаете, что да как. Вот он, ребята, этот антуриум. Смотрите, какой он красивый. Мечта. А от этого продавца я не смогла выйти с пустыми руками. Здесь очень много разных хищников. И мне казалось, что меня уже, ну, ничем не удивит, то, что я, в принципе, видела все. Если не вживую, то где-то на картинках. Но нет, этому продавцу это удалось. В общем, вот видите, вот этот горшочек посередине, это оказывается какое-то полухищное растение. Я вообще о таком не знала. И вот эта вот елочка тоже. Оказывается, то, что листья и корни у них не хищные. Не как там у пузырчатки, да, там ловушки находятся под землей, или как у росянок, жирянок, да, листики ловят мух. Нет, у них хищные только цветы. Получается, когда вырастает цветонос с цветочками, он, видимо, липкий, и вот уже к цветоносу, к цветам липнут насекомые. Представляете, ребят, я в шоке, я в шоке. Конечно же, я купила эти два растения, ну, потому что, ну, как можно было не купить. Также, как видите, очень много флорариумных растений, разные папоротники, фикусы. В общем, понравился мне этот продавец, но особенно, конечно, вот хищниками, пузырчатками. Смотрите, как их много, но я зареклась больше не покупать пузырчатки. Я надеюсь, я сама себя не ослушаюсь, потому что у меня их достаточно много и больше не хочу. И от этого продавца я не ушла с пустыми руками, но, слава богу, эта покупка была не для себя, а для моей подруги из Питера. Купила ей мини-орхидею, которая очень похожа на Тилансию. Недавно такую купила Даша на Авито, и, конечно же, мы тоже уже все сразу захотели. Так обычно и бывает. Такая вот цепная реакция, кто-то один купил, и все, нам всем тоже надо. И, кстати, на этом и предыдущем архидеуме маркет был не только на втором этаже, но и на первом. Также здесь проходил своп, и я так поняла, что вот сюда можно попасть, видимо, без билета, если я не ошибаюсь, потому что билет это продают на втором этаже, значит, сюда можно было попасть без билет. Странно, но приятно. Также здесь, смотрите, была зона фудкорта, разные вкусняшки, сейчас вам покажу несколько продавцов, которые мне понравились. И первый продавец это, конечно же, Лемос Гарден. Я давно знакома с ребятами, у них просто огромное количество цитрусовых растений, и они не привозные, они их сами выращивают, ребят, соответственно, они уже все адаптированные, поэтому, если вы давно хотели себе цитрусик, то вот, очень-очень вам рекомендую этого продавца. В этот раз у них еще были гранаты и ананасики, которые они тоже вырастили сами, и мне подарили гранатик. Ребят, представляете, я очень давно его хотела. Когда-то, много лет назад, у меня было два граната, но, к сожалению, они умерли. И вот, третий раз буду пробовать, надеюсь, получится, потому что все-таки сейчас у меня побольше опыта, плюс ребята мне дали рекомендации, как себя вести, что делать. Буду пытаться его не убить. А это зона свопа, я ничего не взяла, даже особо не смотрела, просто принесла какое-то одно растение, и все. Мой самый любимый своп на кактус-фесте. И еще один продавец с очень интересным товаром. Смотрите, какие красивые медные опоры для растений. Мне кажется, это просто безумно стильно. Ой, я вообще очень люблю медь, медную посуду. Но, конечно, вы сами знаете, то, что медь не дешевая, поэтому у меня пока есть только стакан медный. Надеюсь, когда-нибудь еще что-нибудь прикуплю. А мое видео потихоньку подходит к концу. Осталось еще два продавца. Вот сейчас вы одного как раз наблюдаете. Здесь у нас разные папоротники. Я до недавнего времени хотела себе приобрести флибодиум самый обычный. И вот буквально несколько недель назад купила его в Central Flow. Это такая цветочная база. Находится рядом с метро Рижская. Но вот если бы не купила тогда, то однозначно купила бы здесь, потому что тут были очень красивые сорта флибодиумов. И обычные, и кудрявые. Кстати, флибодиум у меня тоже когда-то уже был. Но я думаю, вы понимаете, что раз я говорю, что он был, значит, его не стало в какой-то момент. Поэтому вот дубль два. Ну и последний продавец в моем видео. Здесь у нас разные красивые суккуленты. И смотрите, какие потрясающие иониумы. Вообще, я всегда к ним была равнодушна. Вот абсолютно. Но что-то меня на кактус-весте переклинило. Я смотрю, и мне что-то так красиво стало. Такие прекрасные деревца, как будто бы розочки. Мне прям захотелось. Думаю, круто бы смотрелось у меня на полке. Но я не знаю, насколько мощные лампы им нужны. Мне кажется, это мощные, ведь это суккулент. А у меня настолько мощных нет. В общем, по этой причине я не стала себе брать в этот раз. И в принципе, у меня поэтому мало разных кактусов-суккулентов. Вот. Ну ничего, я изучу информацию, почитаю. Если что, куплю на авито. Ребят, мы уже закупились, поели. И сейчас будем по традиции делить растения, потому что некоторые из них большие, и можно разделить, ну, вот на 4 части, мне кажется, спокойно. Можно поделить. Вот это тоже будем делить. Вот здесь все будем делить. Тут просто куча плорариумных растений. В общем, некоторые растения я купила чисто подругам, они просили. Вот это, например, тоже не мое. Тут всякие орхи, в общем, очень много всего интересного. Там что-то еще у меня, я даже хищники купила, какие-то для меня новые. В общем, продуктивненько. Продолжение следует...